С вами Megabzor.com. В мае прошлого года я проводил тестирование игрового кресла ZONE 51 Cyberpunk. Мне оно понравилось по внешнему исполнению, по качеству исполнению, по эргономике. Использовал его ежедневно в редакции, буду использовать и дальше. За это время в нем проведено значительное время и каких-либо нареканий нет. Не так давно производитель расширил модельный ряд, выпустил специальную версию. Это ZONE 51 Cyberpunk Limited. У нее новые расцветки, есть изменения по материалу, используемые для обшивки, а также усиленную строчку. Данное кресло уже доступно для покупки, сопровождается оно трехлетней гарантией. Покупатель получает его в разобранном виде, упакованном в коробку из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. Коробка весит 27 кг, будет конечно удобнее нести ее вдвоем. В комплекте есть вся необходимая фурнитура и инструкция с иллюстрациями. Провести сборку сможете самостоятельно. Для начала на каждой из пяти лучей крестовины ставятся колесики. Центральный канал – комплектный газлифт четвертого класса. Он после установки закрывается декоративной телескопической накладкой. На внутреннюю часть сидения устанавливается мультиблок. Опора для него выступают металлические пластины, распределяя в последующем нагрузку равномерно. В собранном виде переносится и ставится на газлифт. Через металлические пластины закрепляется спинка. Сами пластины также закрываются декоративными накладками. Финальным аккордом крепятся две комплектные подушки. Для удобства наглядного сравнения сейчас вы видите совместное изображение двух кресел. Это обычная версия, которую я использовал, розовая, и лимитированная коллекция. Между собой эти две серии не пересекаются в опросе цветового сочетания. Появились дополнительные зоны с текстом, прошитые нитками. На боковых упорах спинки есть усиливающая строчка в виде сетки с ячейками ромбовидной формы. Хотя и в первой версии за такое длительное время никаких проблем не было. Но, видимо, производителю виднее. Изменилась форма крестовина, а вот это я отнес бы к минусу. Она по-прежнему из стали, прочная сталь. Но раньше это была такая вот замысловатая форма, интересно, оригинально. А сейчас это такие вот классические прямые лучи. Представлено данное кресло в трех различных расцветках. Во всех них основным сочетанием является черный и белый. В зависимости от выбранной версии меняются цвета вставок по периметру и внутри. Есть оно с зеленого, синего и красных цветов. Новые расцветки стали строже в сравнении с теми, что вышли годом ранее. Но общий дух Киберпанка тоже сохранен. В частности, здесь появились стилизации, напоминающие элементы оформления загрузки интерфейса. Дополняют общий вид они удачно. Используемый для обшивки кожзам стал плотнее по тактильным ощущениям. Как и ранее, все элементы аккуратно прошиты без торчащих участков. Сиденья и спинки наполнены пеной высокой плотностью. За год активной эксплуатации проблем с ней обнаружено не было. Как и обшивкой. Каких-нибудь царапин там, облупления тоже нет. Высота спинки 795 мм, ширина 600. У нее есть выраженные боковые упоры. Центральная часть с дополнительным уплотнением, улучшающим удобство посадки и снижающим общую нагрузку на позвоночник. Захоронили особенность исполнения сиденья. Оно ровное, без вырезов и углублений по краям. Садиться не только комфортнее, но и нет скрытых ниш для сбора сухих загрязнений. Глубина посадки 530, ширина 540. На внутренней стороне скрываются рычаги. Они отвечают за изменения высоты расположения, наклоны спинки, разблокировки и блокировки механизма качания. Справа и слева 4D подлокотники с регулировкой в 4 направления. Зафиксированы к стальному каркасу надежно, не дребезжат. Две подушки с регулируемой высотой размещения. Это шейная и поясничная. На них вышит нитками логотип бренда. Проработаны визуальные тыльные стороны спинки. Сочетание поверхностей разных цветов, логотип бренда и элементы оформления. В основе ZON51 Cyberpunk Limited используется рама из углеродистой стали толщина 1,5 мм. Применена роботизированная сварка. Она повышает надежность швов. Рассчитана на нагрузку до 150 кг. Подходит под разный рост. Проводили в нем весь рабочий день. Отмечу удобство посадки. Спина не устает. Позволяет подобрать оптимальную посадку под высоту рабочего стола. За перемещение по полу отвечают колесики из полиуретана. Диаметр 75 мм. Половое покрытие не царапают. Кресло поддерживает наклон спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. На всех положениях стоит устойчиво. Можно отдохнуть с полностью откинутой спинкой. Помимо этого меняется высота расположения сидения от пола. Отлично смотрится в интерьере игровой комнаты. Или при проведении стриминговой трансляции. Будет интересно обсудить с вами кресло ZONE 51 Cyberpunk Limited. Напомню по ссылке текста обзор. Лайк, подписка, приветствуется.